Всем привет! В эфире 123 выпуск видеожурнала «Время настольного хоккея». Выход данного выпуска немного задержался, так как у меня были проблемы с голосом. Они и сейчас еще немного слышны. Но откладывать выпуск уже дальше нельзя, так как события накапливаются. Я сам вот буквально час назад вернулся с детского кубка. 40-й детский кубок в младшей категории досрочно выиграл Артем Бушуев. Щеби его и поздравляем! Но на минувшей неделе было значительное событие в Швеции. Эризент Кап – это этап национального первенства. В отсутствии главных звезд Ханса Остермана и Оскара Хенриксона в финале встретились Уно Остерман и Эдди Нильсон. Остерман-младший отлично провел весь турнир и в финале победил с отсчетом 4-2. Фото и видеоматериалы об этом турнире я не нашел, поэтому так пересказываю на ходу. Но о других событиях я расскажу поподробнее. Сегодня в программе. Алексей Коробей сделал себе отличный подарок на 20-летие. Ветеранский чемпионат Украины. В Екатеринбурге звезда упала. Артем Бушуев, безусловно, лучший на новой волне. Новый турнир Москвы – Кубок Столицы. Личные и командные баталии в Севиле. 21 октября в Киеве стартовал чемпионат Украины сезона 23-24. Первый этап собрал 16 участников. Не все признанные фавориты смогли собраться на первый этап. И у Алексея Коробля в конкурентах были Влад Семенчук и ветераны, которым на следующий день предстояло сыграть еще и в ветеранском разряде. Влад в этом году вернулся к активному участию в турнирах. Но если возвращение он знаменовал попадание в полуфинал, то на следующем этапе финишировал только 10-м. Нынешний турнир Влад начал мощно, заняв первое место на групповой стадии. На пару с Короблем-младшим они набрали одинаковое количество очков, но Семенчук оказался первым благодаря победе в очном поединке. Поскольку в украинском первенстве принято давать за победу 3 очка, то отрыв от группы преследователей составил целых 10 очков. А там все опытные мастера. Назар Кондрашевский, Ильин Бондаренко, Александр Зайчук, Алексей Гусак, Игорь Запорожец. Младшие Пилипенко и Кондрашевский пока еще не превратились в грозных юниоров. Но в четвертьфинале Саша Пилипенко смог навязать борьбу лидеру Семенчуку. Основное время трех матчей из пяти завершилось в ничью. И все-таки Влад пока еще был сильнее 4-1. Неожиданно, очень уверенно, мистер Бонд, харьковчанин Юрий Бондаренко, за четыре игры выбил Александра Зайчука. Не намного дольше продержался и Алексей Гусак, один из лидеров украинского нахока первого десятилетия. 1-4 он уступил Назару Кондрашевскому. В полуфинале молодежь одолела ветеранов, и аксакалы поспорили за бронзу. Кондрашевский переиграл Бондаренко 3-1. А золотой подарок к своему 20-летнему юбилею сделал Алексей Корабель. 4-1 в финале повержен Семенчук. У Влада это вторая серебряная медаль, и по этому показателю он догнал меня. А вот Алексей выбился в виде наличный лидер по количеству выигранных этапов чемпионата Украины. У него их стало 12. На один меньше у Дмитрия Мармалюка. В ветеранах на следующий день собралось 8. И среди них обнаружился одессит Николай Крохмаль. Играли даже не в два, а в три круга. Показавший накануне лучший результат среди сверстников Назар Кондрашевский и здесь солировал, возглавив таблицу группового этапа. Никто никуда не вылетал, и все дружно продолжили борьбу в сериях плей-офф. Силы у большинства участников настолько равны, что нередко нижний квартет бьет фаворитов. Только Владимиру Квасникову ничего не светило в серии с Кондрашевским. Назар за четыре игры накидал сопернику 19 шайб, пропустив только пять. Разухабистая игра Крохмаля застряла в непроходимой чаще обороны Запорожца. Пилипенко потолкался с Бондаренко. А занявший седьмое место Зайчук чуть не оставил за бортом шедшего вторым Гусака. Алексей тяжело начал полуфинальную серию с Запорожцем, но выиграв четыре поединка подряд, прошел финал. Кондрашевский, как и днем ранее, переиграл в серии Бондаренко. И снова Юрий остался с деревянной медалью. На этот раз проиграв утешительный финал Игорю Запорожцу. А Гуса к финале продемонстрировал, что мастерство при нем. В овертайме седьмого матча он выиграл таки у Кондрашевского. В первом месте представник Волгу Сворога. Алексей. Я так. Сюда, сюда. Семь. Молодец. На верхнем месте Волгу Сворога. Волгу Сворога. Так. Видно, Барна? 22 октября состоялся второй этап открытого чемпионата Екатеринбурга. Прошел он в клубе «Орион» и собрал 19 участников. Особенностью данного турнира было проведение отдельного соревнования для юниоров и награждения их. Отборочный этап соревнований прошел без особых сенсаций. Максим Чигаев и Илья Елькин победили в своих группах, не потеряв ни одного очка. Тимофей Черных заскочил на последнюю пятую ступеньку для высшей лиги, опередив Михаила Попова по лучшей разнице шайб. По результатам игры высшей лиги Чигаев и Елькин снова опередили своих оппонентов. Удержался в зоне плов Антон Сесолятин, а вот Анатолию Рябову и Тимофею Черных очков не хватило. И они попали в плов в первой лиге. В первой лиге Никита Копылов неожиданно переиграл Тимофей Черных в серии 2-1. Доказал мастерство Анатолий Рябов, обыграв в финале лиги Михаила Попова. А Саян Кенжигулов в борьбе за третье место победил Никиту Копылова. Детская лига. Первым уверенно стал Саян Кенжигулов. Вторым Никита Копылов, третье место у Марселя Мачалова. В главной финальной сетке высшей лиги все встречи были упорными. Елькин Ларин, 3-1. Три игры выиграл Илья в овертаймах. Кривелев Сосновских, 3-2. Победа в пятой игре. Темняков Яковенко, 3-1. И вот редкая сенсация. Серия Сесолятин-Чигаев, 3-2. Уступая многократному чемпиону Максиму, Антон сумел и догнать, и перегнать. В 1-2 финала Антону не хватило сил переиграть Александра Кривелева. 2-3. Финал Кривелев-Елькин получился бескомпромиссным, обоюдоострым. Словно фехтовальщики соперники наносили ощутимые уколы друг другу. О чем говорят результаты игр. 5-4, 6-5. Затем 0-6. Последний за Александром. И победа во втором подряд турнире открытого чемпионата Екатеринбурга. Следующий третий этап намечен на 19 ноября. После удачного дебюта новой волны в хоккейном кафе Red Machine, 22 октября новички и любители снова собрались в этом уютном месте. Всего набралось 29 участников. Для начала провели отборочный раунд, чтобы разделиться на лиги. Были образованы 4 группы. В высшую лигу выходило по двое лучших. В первой группе Бушуев-младший был вне конкурса. Поэтому оставалось выбрать второго делегата в вышку. Владислав Попов и Никита Коновалов не смогли помешать Анастасии Вершининой взобраться на вторую ступень. Вячеслав Доставалов, набирающийся опыта уже на Невской лиге, остался пятым, сыграв ничью с двумя новичками. Во второй группе выше других имел рейтинг Максим Никитин, которому накануне исполнилось 10 лет. Видно, празднование прошло бурно и юниор отыграл неудачно. Иван Алексеев поддержал начинание своего одноклубника по команде СКА Гушуева и тоже возглавил группу. А вот на втором месте оказалась легенда детского кубка Евгений Кручинин, который завершил карьеру еще в 2011 году. Во время турнира я взял у него небольшое дрио. Итак, у нас сегодня вдруг такой дебютант Евгений Кручинин. Евгений, сколько лет прошло, когда ты играл в детском кубке? Чемпионом я был лет 10 назад. 10 лет назад, сумасшедши. Как тебе вдруг угораздило попасть снова на настольный хоккей? А вот что-то свободное воскресенье было, нету корпоративов, ни по работе, по рекламе ничего нет. И я такой, опа, надо вспомнить Виталия и пойти поиграть, и все. Вспомнить детство, как говорится. Но сейчас ты занимаешься другим видом спорта. Вот я смотрю, у тебя футболка, это какая-то принадлежность к чему. Команда Eventus, Event Cup, вратарь. А, почти Eventus, я болею за Eventus как раз. Eventus, Eventus, мы так вот пошутили. Понятно, и ты вратарь там? Да, да. Много пропускаешь? Ну, по рейтингу на втором месте я. Хорошо. А сегодня тебе как-то помогали твои вратарские навыки отражать удары? Девушка помогала мне. А, девушка помогала. А в остальном, на самом деле, навыки, ну, базу помню, но как это все делать, реакция немножко не там, надо тренироваться, чтобы все-таки войти. Так, ну, ты планируешь еще приходить? Я не знаю, потому что после той фразы, когда меня обыграли и сказали, мне еще сегодня домашку делать, почувствую себя неловко. Конечно, может быть, да, 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 там, раз в месяц, наверное, приходить, когда свободное время самое то. Хорошо. Ладно, надеемся тебя еще увидеть. Все, хорошо. А теперь не, делай домашку, я пошел. Давай, пока. В первую лигу прошел Алексей Малышев, отлично дебютировавший месяц назад. Николай Шаповалов обыграл Кручинина, но, уступив Никитину, отправился во вторую лигу. Дебютант Вадим Нахканин, обыграв другую дебютантку Владлену Леонтьеву, смог продолжить турнир во второй лиге и добился там успеха. Во главе третьей группы снова Бушуев, но на этот раз не Артем, а Алексей. На второе место претендовали три юниора, и удача улыбнулась Лукьяну Малинину. В четвертой группе Дмитрий Жеребятев без проблем занял первое место. Неожиданно на вторую путевку в элиту рассчитывал Андрей Васильев, одержав пять побед практически одним приемом. Но все-таки вынужден был пропустить Виталика Смирнова по разнице шайб. Отсутствие игровой практики помешало Сергею Кистанову сразу выйти на должный уровень. Из четвертого места он отправился покорять первую лигу. Удачный дебют удался Ангелине Фарафоновой. Три победы! Под присмотром Алексея Малышева девушка может рассчитывать на быстрый прогресс. А вот Мартин Григорьев переоценил свои силы. Как нередко бывает с домашними чемпионами, получил 0-10 от Сергея Кистанова. Аутсайдеры группы завершили турнир, а остальные распределились по лигам. И теперь им предстояло выйти в квартеты плей-офф. Групповую стадию второй лиги уверенно выиграл Николай Шаповалов, набрав 12 очков. На три отстал Влад Гуртовой. Видно, что у юниора есть навыки только домашней игры. Но на уровне новой волны они позволили ему финишировать вторым. Вадиму Нахканину помог папа, и юниор смог попасть в плей-офф. Четвертую путевку в упорных боях достал Вячеслав Доставалов. Нижний квартет по мере сил оказывал сопротивление. Серии плей-офф второй лиги также отличались упорством. Преимущество одного из соперников часто выражалось в одной единственной шайбе. Так Шаповалов превзошел Доставалова, а Нахканин – Гуртового. В бронзовой серии Владик выиграл у Вячеслава первый матч 3-0. Доставалов ответил 2-0. Но этого было недостаточно. И третье место досталось Гуртовому. Финалисты также обменивались победами. Но тут Вадиму Нахканину удался более убедительный реванш после поражения от Николая Шаповалова. 2-3, 3-1. В первой лиге в лидерах оказались Никита Коновалов и Алексей Малышев. Судьба оставшихся двух путевок решалась в заключительном туре. И шансы сохраняли сразу пять участников. Воспитанники секции 531-й школы Хатимцов и Никитин проиграли лидерам. А Андрей Васильев напрямую уступил дорогу Владу Попову 1-4. Сергей Кистанов выиграл, выйдя с четвертого места. Вышел-то Сергей с четвертого, но в полуфинале сразу переиграл лидера Коновалова 1-2, 3-0. Параллельно набрал хороший ход Алексей Малышев. Сначала оба матча выиграл у Попова, а потом в финале и у Кистанова. Владислав Попов в упорном противостоянии дожал Коновалова, получив фирменные варежки от клуба СКА. Оба Бушуевых возглавили турнирную таблицу высшей лиги. Виталик Смирнов обыграл Бушуева-старшего, но, проиграв прямым конкурентом, Ивану Алексееву и Дмитрию Жеребятеву, остался за бортом плей-оуф. Анастасия Вершинина долго шла на последнем месте, Но в заключительном туре, переиграв Кручинина, вскочила на шестое место. Соперником Артема Бушуеву по финалу стал не его папа, а Дима Жеребятев. Проиграв первый полуфинальный матч Бушуеву-старшему 1-2, Дима взял реванш 3-1. Алексей Бушуев завоевал бронзовую медаль, дважды переиграв Ваню Алексеева. Артем Бушуев также оба раза был сильнее Жеребятева. Понятно, что Артем за год добился огромного прогресса и уже перерос уровень новой волны. Новая волна, конечно, ориентирована больше на новичков и на игроков, которые не решаются пока играть с мастерами. С одним из новичков, Александром Нахканином, я и пообщался. Но все-таки те, кто был на турнире уже с десяток раз, знают, чего ожидать. Интересно было послушать мнение со стороны. Итак, Александр, у вас сегодня состоялся дебют в турнире по настольному хоккею. Откуда вы вообще узнали о нашем турнире? Мы состоим в группе «Хоккейный город» в Канн. Мы здесь тренируемся. А, то есть кто-то у вас играет в большой хоккей? Мы не в хоккее, мы любители флорбола. Мы играем в флорбол уже на протяжении 5 лет. Это в сцену играет или вы тоже играете? В сцену играет. А вы сами? Я когда-то немножко играл в хоккей, немножко в флорбол. Понятно. А настольный хоккей, это чья большая инициатива? Кто кого привел? Настольный хоккей у нас 5 лет дома. Но мы дома особо времени не хватает, надо играть. 5 лет, а сейчас Вадим... Вадим сейчас один. То есть это 6 лет вы не могли дойти до настольного хоккей? Да, у нас стоит появиться, но теперь достанем. Смазать его надо обязательно. Смазать обязательно, да. Понятно. Ну а дома вообще давненько уже не играли, получается, да? Ну да. Как вы, ну вот, когда шли сюда, думали, ваш уровень примерно представляли? Ну, вообще да. Мы думали, все-таки мы окажемся в каких-то лидерских позициях. То есть это такие вот... Потому что он такой, у меня сын очень не любит проигрывать. И такой самоотдачный. Если он начинает выигрывать, он старается до конца выиграть. Ну, если проигрывает, то очень расстраивается и уходит, да? Ну, очень расстраивается, да. Потом приходится чем-то заглаживать. Не, ну сейчас он попал в плей-офф пусть и второй лиги, но все-таки тоже почетно. Как вы это оцениваете? Ну, спасибо вам большое за организацию этого турнира. Видно, что ребята, да не только ребята взрослые заинтересованы в этом, и это все интересно. Поэтому подвигайте этот вид. Ну, то есть вы планируете еще прийти как-нибудь? Ну, будет такая возможность, если будете проводить здесь, то да. Если куда-то выездные, то у нас часто тренировка просто не получается. Ну, у нас вот детский кубок, например, в следующую субботу будет возле электросилы проходить в школе. Ну, сомневаюсь, что у нас получится, у нас тренировки. Ну, может быть, тогда здесь в следующий раз. Хорошо, ладно, надеюсь, делаете какие-то выводы из сегодняшнего турнира, потренируетесь. Спасибо вам очень. Выступите получше. Приятное мероприятие, приятный ведущий, тренер. Все объяснил, рассказал, поэтому желаю вам просветания. Хорошо, спасибо. Следующий любительский турнир планируется 12 ноября. Здесь же, в уютном кафе Red Machine на Российском проспекте, дом 6. В Москве стартовал новый турнир – Кубок столицы. Первый этап прошел в музее хоккея. Материал о соревнованиях прислал главный организатор Владислав Момот. Турнир проходил по классической схеме – классификация, матчи в лигах и плей-офф. 12 игроков сыграли в два круга, где победителем вышел Александр Галкин с единственным поражением от занявшего последнее место Юрия Попова. Верхняя половина таблицы продолжила игры по системе плей-офф, а нижняя сыграла еще один кружок. И к этим результатам добавились игры в квалификации. Первые два места у Курян, Шароновых, Никиты и Олега. Бронза у Егора Денисенкова. Владимир Орлов и Юрий Простаков преодолели первый барьер игр на вылет. Если Владимир в итоге остался на четвертом месте, то Юрий смог пробиться в финал, обыграв Алексея Ромаренко. Рэм завоевал бронзовую медаль. В финале встретились Александр Галкин и Юрий Простаков. Они подарили захватывающий триллер. И согласно канонам жанра, развязка наступила в овертайме седьмого решающего матча. И здесь фортуна была на стороне Александра Галкина. Победа 2-1. И он стал первым победителем этапа Кубка Столицы. Серебро у Юрия Простакова. Александр, поздравляем тебя с этой победой. Спасибо. Как в целом оцениваешь свой результат и в целом проведение Кубка Столицы? Ну, как бы результат куда уж выше, хороший результат. Ну, в целом проведение... Ну, жалко, что, конечно, очень много народу в последний момент не смогло прийти. Там, наверное, болезни, личные причины. Но, конечно, ну, хороший турнир, качественный вполне себе. То есть на уровне чемпионата Москвы и Премьера. Как сегодня сыграл? Ну, как бы я сейчас достаточно растренирован. Очень давно не подходил к хоккею дома. Вот. И поэтому, ну, как бы очень много брака в исполнении элементов. Ну, и, соответственно, многие всякие вещи приходилось, что называется, носили воли и на таких чисто обманках вывозить. Вот. Ну, соответственно, там даже вот хорошо было видно, если... То, что последний вот решающий матч, последний гол я забил, ну... Я забил его коньком в дальний угол. То есть не совсем так, как по школе. Какой был самый трудный сегодня матч утром? Сегодня был матч в круге с Алексеем Ромаренко. То есть Алексей прям был очень сильно заряжен. То есть он ввел 2-0, очень хорошо держал шайбу. Как я после этого там забил 3, ну, даже в конце четвертую забил и выиграл. Я, честно говоря, до сих пор не очень понимаю. То есть, по сути, ну, вот это вот был тогда матч, можно сказать, за первое место в квалификации. Вот. Это был самый сложный матч. Ну, в финале, конечно, то есть каждая игра была очень сложной. Поначалу там шел выход, и была некоторая уверенность. Хотя вот начиная там, наверное, с третьей игры, когда там Юра уже на поле включился, то там уже были очень-очень сложные игры. 21 октября в Новокузнецке прошел 9-й открытый чемпионат Сибири. И впервые он получил статус международного. Иностранные гости были представлены братьями Азизовыми из Таджикистана, а также Тушарой Ганегодой из Шри-Ланки. Гости, ожидаемо, заняли последние места в своих отборочных группах. Первую группу уверенно выиграл Дмитрий Красюк, а во второй во главе оказался дуэт лидеров Дмитрий Федорченко и Константин Орлов. Да и Евгений Козин с Константином Авдеевым поблизости. После игр по лигам были сформированы две сетки плей-офф. В большом оказались 8 лучших игроков вышки, а в малом 4 аутсайдера высшей лиги сразились с лучшим квартетом первой. И оказалось, что представители первой лиги ничем не уступают фаворитам. И после четвертьфинала вышка лишилась 50% своих игроков. Это Песлягин выбил Симонова, а Каширин – Давыдова. В полуфинале «Новокузнецкая молодежь» пошла дальше, обыграла гостей из Новосибирска Авдеева и Щегельского. Константин в волевой серии, проигрывая 0-2, завоевал бронзу. А в финале Данил Каширин с отсчетом 3-1 переиграл Рустама Песлягина. Еще два новокузнецких юниора сошлись уже на первой стадии большого плей-офф. Михаил Белоусов вел в серии 3-0. Андрей Тремасов догнал 3-3. И все-таки победную точку поставил Белоусов. 4-3 в матче и в серии. В остальных парах также были битвы старых соперников. Константин Орлов переиграл тезку Кириллина. Дмитрий Федорченко прошел сначала Евгения Козина, а затем и его воспитанника Мишу Белоусова. Михаил стал лучшим среди юниоров. Дмитрий Федорченко в финале ничего не смог поделать с Константином Орловым, который в пятый раз стал чемпионом Сибири. Бронза уже у экс-чемпиона Дмитрия Красюка. Но на этом настольно-хоккейные баталии в Новокузнецке не закончились. И четыре тройки сыграли командный турнир «Сибирский кедр». Новосибирский «Феникс» выиграл групповую стадию. И в финале встретился с земляками из команды «Ди Костс». В группе их матч завершился минимальной победой «Феникса» 4-3. Здесь же по окончании трех туров сохранился равный счет 3-3. Пришлось играть дополнительный тур. И если Кириллин уступил многократному чемпиону Орлову 1-5, то его партнеры Дмитрий Красюк и Владислав Щегельский свои матчи выиграли. Таким образом «Феникс» стал чемпионом Сибири. Серебро у дикости. Бронза новокузнецкой молодежи. Команды «Спартак». А уже через две недели в Петербурге пройдет открытый командный чемпионат России. И хотелось бы видеть представителей всех ведущих легионов страны. Так что до встречи за игровыми площадками. Пока. Продолжение следует...